Время вашего визита в 2009 году завод находился в тяжелом положении, склады были заполнены. В восьмом году. В восьмом, потом в девятом. Я тогда был еще рабочим, но все это видел со стороны. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку, которую вы оказали. В 2017 году мы достигли исторического максимума по выпуску нашей техники и превзошли результаты 2008 года. Всего за год произвели 6,5 тысяч комбайнов и тракторов. Хотелось бы узнать ваше мнение о нашем предприятии, компании, о нашей технике. Я уже в целом сказал, что я думаю о вашем предприятии. Во-первых, один из лидеров отрасли, во-вторых, действительно, в 2008 году, да и в 2009 еще, когда сюда приезжал, здесь не только невозможно было проехать на машину, пройти было невозможно, потому что все было затоварено. Все было заставлено техникой, которую никто не понимал. И, ну, понятно, так мы столкнулись тогда с так называемым финансовым кризисом, причем международным. Не только он пришел к нам из-за границы, тот кризис. Но тревога была страшна, потому что, ну, что с этим делать. Вообще была угроза того, что предприятие полностью остановится тогда, если вы там работали. То есть здесь работали тогда, в то время. Неполная рабочая неделя уже была введена, и зарплаты были проблемы, и все. Поэтому мы здесь прямо на месте, вот с вашими руководителями, с профессионерами искали, как-то нужно помочь предприятию и отрасли в целом. Тогда приняли много решений. Я помню, я был председателем правительства, меня за это критиковали сильно. Почему? Потому что это были не очень либеральные и не очень рыбничные решения в части, касавшиеся поддержки напрямую предприятия и отрасли. Но я считаю, что мы не нарушили никаких наших международных обязательств, в том числе в рамках Всемирной торговой организации. Ну, а в таких условиях практически любое государство, любая страна, прежде всего, думает о своих производителях и о рабочих местах внутри страны, а не обеспечивает поддержание рабочих мест за границей. Поэтому мы делали это сознательно. Ну, а вот в последнее время, посмотрите, за это время, сейчас только разговаривали, в 3,3 раза уменьшились объемы реализации. Разных, не в процентах, разных. Это серьезное дело. Потом, значит, часть производства переносится из-за границы. И акционеры говорят, делают это потому, что здесь выгоднее производить, чем за границей. Это, знаете, это вот мне было очень приятно услышать, потому что вся эта система мер поддержки, которая, наверное, вводилась здесь и вводится до сих пор, она же используется, эта мера поддержки до сих пор, они, значит, срабатывают. И дальше так будем делать. Это вот второе. Третье, очень важное, посмотрите. Ну, все хорошо знают по поводу этих санкций, антисанкций. Мы прикрыли свой рынок для сельхозпродуктов из тех стран, которые вели против санкций. К чему это привело? К некоторым не очень приятным последствиям. На первом этапе к росту цен для сельхозпродуктов. К сожалению. Но это было неизбежно. Но зато стал быстро развиваться сельхозпроизводитель. А что дальше произошло? Вся цепочка начала расти, в том числе и сельхозмашиностроение. Вот руководители ваши так и говорят. Востребованы. Сельхозпроизводитель растет, денег зарабатывает больше, стал больше потреблять. В том числе и вашей продукции. Переработка растет с вами достаточно быстро. То есть это целая цепочка реальных положительных последствий. И, конечно, это очень здорово. Это будет 60-65 стран. Это такая очень в хорошем смысле такая агрессивная политика, которая говорит о том, что хорошая перспектива очень развита. Так что я вас поздравляю еще раз. Спасибо. Это благодаря программе поддержки государством сельхозтоваропроизводителей. Во-первых, вам огромное спасибо за то, что в 2018 году эта программа проактивнофирована в больших объемах. 23 миллиардов. Есть вопрос. Если посмотреть на 2019-2020 год, там всего 2 миллиарда ежегодно. Это не реальное финансирование, которое будет. Это предварительные наброски бюджета на второй-третий год бюджетного цикла. Мы приехали, чтобы по всем этим вопросам поговорить, обсудить. Это не будет 2 миллиарда. А нельзя, чтобы эта программа была разработана на 5-6 лет? Было бы лучше, если бы это можно было разработать сразу на 5-6 лет вперед. Здесь есть какие угрозы? Мы сейчас держим инфляцию в прошлом году в 2,5-10%, а на первые полтора месяца она вообще близко к нулю. Замечательно. Но что дальше будет с мировыми рынками, что дальше будет с колебаниями курсов валют, не только нашей, но и других валют, что будет с другими макроэкономическими показателями. Можно нарисовать все, что угодно, но насколько это будет исполнимо, неизвестно. Вот если мы сможем зафиксировать вот эти макроэкономические показатели, которые сегодня добились, если мы все, и вы, в том числе, как производители, к этому все привыкнут, надо к этому еще привыкнуть, то тогда можно будет горизонт планирования расширить. Но, в принципе, к этому надо стремиться, конечно. Вот уже просьба, чтобы темпы финансирования возрастали. Значит, надо выбрать больше, 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 больше. Надо, как Вас зовут? Виктор Иванович. Виктор Иванович, надо взять Вас на совещание, чтобы Вы это еще раз сказали министру финансов. Хорошо. Во всяком случае, я передам точно Ваши пожелания. И, в целом, с Вами согласен. Конечно, нужно, чтобы горизонт планирования был дальше, нужно понимать, каковы будут условия происходящие. Спасибо. Владимир Иванович, Романчук Александр. Вот у меня такой вопрос. Вот в нашей компании существует программа, с помощью которой добросовестный работник может получить беспроцентный займ от Васильмаша на первоначальный взнос на ипотеку. Ну, так как молодой семье очень тяжело накопить на первоначальный взнос. Вот. Также банки-партнеры Васильмашинцам ипотеку предоставляют подвесный процент. Ну, он ограниченный, фиксированная ставка процентов. А сколько? Ну, минимальная процентная ставка 9,5. Это с учетом выплаты. Вы женат? Нет. Вот. Я Вам хочу дать хороший совет. Девушка Вас такие красивы. Первое. В январе этого года эта мера уже заработает. Вот. Ну, кроме этого существует еще и государственная программа, в которой идет субсидирование для молодых семей. Она где-то 35 лет или больше. Потом есть региональные программы. Наверное, уверен, что в Московской области тоже такие программы есть. Нужно просто посмотреть весь набор этих возможностей. Владимир Владимирович, хотелось бы спросить еще. Почему выплаты за ребенка до полутора лет, а в садик принимают это? Разрыв есть. В садик принимают. Но у нас есть и программа. Сейчас с двух месяцев и до трех лет. Мы сейчас новую программу запустили. Там обеспечение ясельного места. Мы внимательно за этим смотрели. Действительно, для молодых женщин, для женщин, у которых ребенок появляется маленький, для них важно иметь возможность как можно быстрее принять участие в трудовой деятельности, не потерять квалификацию или постоять ее. Поэтому это одна из программ, которая имеет комплексные значения. Вы направлены будете на поддержку молодых семей, семей с детьми и на, честно говоря, поддержание этих демографических процессов, чтобы стимулировать семьи, заводить детей. Поэтому у нас детей таких маленьких, малышей от двух месяцев до трех лет сейчас, стоящих в очереди. Очень легко запомнить эту цифру. 2,7,2. 2,5. 279,5259. Ну, это было на первое, по-моему, января. Сейчас, надеюсь, уже больше, точно больше. Это цифры с того момента, когда мы эту программу держим. Вот. Поэтому можно будет этим воспользоваться. Первое. Второе. Материнский капитал в сферу применения, возможности использования мы расширили. Можно будет про деньги, то есть материнского капитала на дошкольное образование и, в том числе, и, прежде всего, на ясли, и даже на услуги частных предприятий юридических лиц или физических лиц, которые их занимаются. Потому что там возможности будут большие. Вадимир Владимирович. Почему растут цены на бензин? На данный момент цена составляет 40 рублей. Я понял. От 39 равных регионов. От 39 до 41. Из-за акций, конечно. Во-первых, цена на первичный продукт держится достаточно высокая. Сейчас от 70 долларов за бочку. Но главное, может быть, мы не в этом дело, а в акций. Проект повышает акций, которые должны идти, но и идут на ремонт и строительство. Из-за этого. Вы понимаете, в чём дело. Конечно, хотелось бы, чтобы она прибила к сегодняшней ситуации. И, вроде бы, для этого есть возможность. Но в некоторых регионах, действительно, там где-то это обосновано. Потому что доставка сложная. Нет, инфраструктура не развита и так далее. Всегда за этим должна смотреть на тему наполовину службы. Всегда. Это такое что-то. Я поговорил на счёты с партией, которая нас возглавляет. Поехали. Поехали. Можно вопрос? Сегодня из спортивно-арбитражного суда пришли хорошие новости. 28 наших спортсменов оправдали. Многие комментировали уже. Можно вас спросить пару слов об этом? В любой системе права конечной инстанцией принятия решения является суд. И к решению суда все должны относиться с уважением. Но в суде, как правило, рассматриваются как минимум две точки зрения. То есть двух спорящих сторон. И нужно относиться не только с уважением к решению суда. Оно нас, безусловно, не может не радовать. Подтверждает нашу позицию о том, что подавляющее большинство наших спортсменов абсолютно не являются чистыми спортсменами, не употреблявшими допилку. Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой вы или мы спорим. Поэтому я думаю, что не должно быть никакой значимости со стороны эйфории. Нужно относиться спокойно, с уважением к тем организациям, которые соответствующее решение принимали раньше. Имею в виду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых ГАЗ поддержал, но не всех стопроцентно оправдали. Первое и второе. Нам самим еще есть над чем работать. Это совершенно точно. С точки зрения совершенствования допинговой нашей программы и политики. И мы будем настойчиво это делать вместе с Иваной, вместе с Муком и другими народами. Спасибо. 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 Поздравляю еще раз с успехом. Спасибо. Просто реально, хочу вам сказать честно, для меня это очень приятно, потому что, когда мы прибили сюда в 2008-2009 году, перевога была страшна. Просто это реально была опасность, закрытие предприятия и ущерба всей улицы. Этого не только не произошло, но наоборот, благодаря вашим стараниям, вашим талантам и усилиям, ситуация кардинального изменения. Вы мне сейчас только сказали, что 41% всех работающих, у вас 10 тысяч человек, это огромный коллектив. 41% имеют высшее образование. И среди них, среди людей, которые имеют высшее образование из этого 41%, много людей, работающих на рабочих профессиях. Это очень здорово. Это говорит о том, что техника, значит, она становится более совершенной, более сложной. Когда люди с высшим образованием работают на рабочих профессиях, это значит, что они чувствуют себя все-таки востребованным здесь. Это вот не может и радовать. Это очень хороший показатель развития и почему они имеют перспективу. Вам все само успешно. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.